Продолжение следует... Павел Иванович, вы не обвиняетесь в организации преступной группы при государственной таможне с целью проведения конгроматных операций, а также получения взяток в особых крупных размерах. Имеется в предписании арестовать вас и немедленно приправить во срок! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Когда появится Вот скажут, отец скотина Не оставил вам никакого состояния Отец скотина Отец скотина Получше береги и копи копейку Только и гораздо, что советовать А сам? А сам много ли скопил, да сберег Как помер, оставил лишь четыре Безвозвратно заношенные фуфайки Два старых сюртука до полтора гроша денег Скотина Однако наставление его Павлуша береги и копи копейку Пошло впрок, пошло, пошло Копейку берег и копил Но ни от привязанности Собственно к деньгам, нет Ни от скупостей, ни она двигала мной Впереди виделась мне жизнь Жизнь Во всех удовольствиях Со всеми достатками Экипажи Дом Обед Вкусные Все это когда-нибудь хотелось Когда-нибудь пожить Вот для чего Копейку берег Когда-нибудь? Это, конечно, надо Как говорится, все там будем, Павел Иванович Да Ради жизни это и будущий Во всем себе отказывал С детства еще в школе Товарищей никогда не угощал Напротив, ставил себя так, чтобы они меня угощали А иной раз удавалось эти самые угощения припрятать А после им же самим и продать Умно придумано, Павел Иванович Оборотливо Копейку берег и копил Усидчивостью да прилежанием заслужил похвальный аттестат А в казенную палату все равно устроился с таким трудом И в нашем захолустье нужна протекция Местечко досталось ничтожное 30 рублей в год Но службой я занялся жарко С раннего утра до поздней ночи писал, писал, писал Жил в канцелярских бумагах, домой не ходил Ночевал тут же на столе Обедал со сторожами Однако умудрялся сохранить опрятность, порядочно одеться Нарожение на лице приятное, движение благородное Перегаром не несет Единственный в конторе, от кого не несет Среди прочих палатских чиновников, грязных, мельных и сломонных Меня должны были заметить Заметили? Шиш Под начальство к повыдчику я попал Старому, бесчувственному и непотрясаемому Ни улыбки, ни усмешки Всегда трезвый Страшный человек Выражения на лице никакого Одни только рябы до уха бы на коже Точно черт по ночам там горок молол Не было сил человеческих Подбиться к такому начальнику и привлечь его расположение Но я-то сумел Сдувал из металл табак с его стола И песок с его стула Чистил ему чернильницу Подавал ему шапку Отряхал ему спину Все мимо Но вот однажды прознал я, что есть у него Зрелая дочь Сильно зрела? Очень С лицом, как у него Тоже горох молотили? И горох молотили, и шерсть растили И умывали, будто свеклой Заметная девица Вот через нее я и зашел Узнал, в какую церковь ходит по воскресеньям Стал ходить туда же Сильно на крахмалиной рубашке И вскоре суровый начальник Зазвал меня на чай А еще через несколько времени Я сам стал начальником Про старого поводчика с его рябой точкой Забыл Мне что такое? Забыть, возможно? Нелегко, конечно Но зато дальше Все пошло легче и успешнее Я стал человеком заметным И все у меня было для успеха в этом мире И приятность в общении И бойкость в деловых делах Шагал от должности к должности От места к месту Пока не оказался, наконец На таможне Таможня Давно эта служба представляла Тайный предмет моих повышлений И границы рядом И просвещенные люди Со службу свою Принялся я с ревностью Необыкновенной В три недели Я уже так добил руку Что знал все Даже не весил, не мерил А на глаз определял Сколько в какой штуке Оршин сукна Сколько в каком сверпке фунтов А уж что касается Обысков, то тут У меня открылось просто Собачье чутье Всегда знал Где подкладку спороть Где общинку колпнуть С такой ревностно Бескорыстной службой Заслужил я вскоре чин И повышение И представил проект И словить всех контрабандистов Но с тем, конечно же Чтобы исполнить Сей проект самому Тотчас же мне была Дана команда Начать поиски и охоту И получив право Ловить контрабандистов Я их Воскладил Тут в один год Я мог получить то Чего не выиграл бы И за двадцать лет Саморевностной службы Чтобы дело Шло беспрепятственно Я склонил На свою сторону Еще одного чиновника Товарища Статского советника Скотину сюда был Ведь довели дело до того Что у каждого было По пятьсот тысяч Бог знает На каких громадных цифр Могли возрасти Благодатные цифры сии Черт засел В голове у этой скотины Продал Продал не за грош И сам ведь под закон попал И меня Меня Товарища Своего благодетеля Упек Суд Да чтоб денег Побольше дали А имение Это одно название Половина крестьян Давно померли А я должен уговорить Денег за них дать Как за живых Как? Ну ежели они по документам Еще живы Так никто и не скажет Что они померли Селефат Не лезь туда В чем не смыслишь Покуда документа нет Душа жива Хоть она тысячу раз Уже померла Колеса крепи молча Хорошо Погоди-ка, погоди Что ты сказал? Ничего Молчу с вас на приказание Нет, повтори селефаном Повтори селефаном Помер не помер А на полный человек На домашке живой Той залог за него можно взять Как за живого Один помер Другой родился А всяких дело сгодился Эх я, каким простота Еще и рукавицы Обе за поясом Да накупи я всех этих Которые вымерли Пока еще не подавали Новых ревистских сказок Приобрите их положим тысячу Да под каждого взять Суду рублей двести Вот уже и двести тысяч капиталу А время сейчас удобное Народ врет, слава богу, немало Конечно, трудно Хлопотливо Страшно Чтобы как-нибудь еще Не досталось Ну да ведь даже На что-нибудь человек Ум Без земли, конечно, не приобрести Ну да я куплю на вывод В Херсонской губернии Землю сейчас Чуть и не даром раздают Имение можно будет назвать Чичикова слобода Дорогу, Селефан Дорогу Чичиков Павел Иванович Господину губернатору Как вы сказали Чичиков? Чичиков Так точно Павел Иванович Счастлив лично познакомился С вами мечтал о встрече А уж как прибыл в губернию вашу То сразу понял Что слухи о вас Как о мудром сановнике Истинно правдивые Въезжаешь в губернию Как в рай Дороги везде Что дороги Везде бархатные Позвольте я вам помогу Вижу вы порядочный человек Петр Сергеевич Павел Иванович Кто Павел Иванович? Я Чичиков Павел Иванович Я так и хотел сказать Язык поскользнулся Так чем занимаетесь, Понтий? Павел Макарович Иванович Вы чьим будете? Павел Иванович Да какой я Иванович Для вас я просто Иванович Я ничтожный чайф мира сего Ну не достоин Чтобы обо мне много говорить Все-таки чем занимаетесь? Сейчас в основном езжу По городам и весен Великого нашего Отечества Я много испытал На своем веку Претерпел на службе за правду Многие неприятели Покушались даже на жизнь мою И вот теперь хочу избрать Место для жительства А уж как прибыл в ваш город Почел за непременный долг Засвидетельствовать Свое почтение его сановникам Вот Свидетельствую А у вас тут Что-то случилось? Почему вы так решили? Ну вот Нет Не то Это я По тюлю вышиваю Поразительно, а Какая Какая тонкая работа Ну Редкая женщина Этак Искусно умудрится Да Многим нравится Все у меня покупают В случае с чего А случается часто Давай проходить Читал в ваших газетах Что вы лично высаживали В городском саду деревья Я даже на язык заучил Для того трогательно прописано Тенистые, широковетвистые дерева Дающие прохладу Свойный день Умилительно было видеть Как сердца горожан Перепутали в избытке чувств И струили потоки слез В знак признательности Господину губернатору Высокий стиль Изящный слог Да Народ тут меня любит А я отвечаю взаимностью Идите сюда А с садом этим Призабавно получилось Прислали какие-то Необычные каштаны Из самой Франции Городская управа Специально для сада Прикупила Ну и вот Когда они прибыли в город Мы с нашим архитектором Праздновали Кристиной Его племянником Посмотрел я на деревья Да и говорю ему Как думаешь А не лучше ли они будут Смотреться перед моим домом А он говорит Не соизмеримо Лучше будут смотреться Но раз умный человек Говорит Который больше меня в этом Понимает Я что я спорить стану Высадили каштаны у меня А для сада в лесу Молодой хипа Надергали ну и вот Приезжая в назначенный день В сад Да под оркестр При всем честном народе Пару палок им и воткнул Народ аплодировал так Будто я и Марию Сопрану Мы спом Да При таком правителе Как вы И народ у вас Благодарный Да Народ хороший достался Тихий Вот смотрите Это я придумал И поют То есть искусство народное В губернии процветает И орам своим тишину Не поганят Поразительно придумано Одну песню только вслух поет Любопытно узнать какую Но наверняка что-нибудь Патриотическое Исключительно Смотрите Эй Надо вас наказывать Ох надо Ох как надо Ох как надо Тихо вам сказали я Эту песню не могут Петь до бесконечности Уж больно нравится На них Да С народом вам и правда повезло Не езжать А им повезло С господином губернатором Приятно с вами общаться Павел Иванович А не хотите ли Познакомиться С нашими помещиками Некоторые как раз Сейчас здесь У меня Почту за великую честь Прошу вас Помещик Манилов Чичиков Павел Иванович Как вам показался наш город Замечательный город Общество самое обходительное А как вы находите Нашего губернатора Не правда ли Предпочтеннейший человек Абсолютная правда Предпочтеннейший человек Убедительно прошу вас Оказать мечеть Своим приездом В мою деревню Маниловка Только 15 верст от города И только с большой охотой Готов это исполнить Но даже почту за священнейший долг Помещик Собакевич Чичиков Павел Иванович И ко мне прошу Пренепременно В ближайшее же время Человек вы приятный Как другу вам советам Стас Дрёвым За карты Не садитесь Хорошо не сяду А кто такой этот Ноздрёв? Помещик Ноздрёв Чичиков А я с утра еще Дятю твоему говорю Вот увидишь Межуев Дядя у меня Межуев Вот увидишь говорю Межуев У губернатора будет Чичиков А тут и ты собака А тратно что мы так быстро Перешли на ты А я с хорошими людьми Всегда на ты Ты же хороший человек Чичиков Ну на такой вопрос Я даже как-то тратно Ты не хороший человек Нет Чего же Ну вот Я и говорю Хороший А с хорошими Я завсегда на ты Купи у меня Щенкачичка Мне не нужен Врёшь? Я же вижу нужен Кобель вырастет Отменный Я взял за пять тысяч Тебя дам за три На две остальные Сыграем в матчик Не-не-не-не Сегодня не могу Дела, визиты Ну заезжай тогда По-приятельски Там уж и столкуемся Непременно Павел Иванович Приехали Забыли вы нас Ну что вы Мгновение считал До встречи нашей Не уходи Тебя Ознакомлю С этой С женой Лизонька Лизонька Душенька Да где же она Лизонька Я ведь была же Я точно и помню Лизонька 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 Человек 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 Сударь Я счастлив лично Познакомиться с вами Сударь Сударь Я счастлив лично Познакомиться с вами Мечтал о знакомстве С первой встречи С супругом вашим Высоких достоинств гражданинам Отечества нашего. А уж как вы-то нас обрадовали своим приездом! Мы уж дать вас измучились! Дня не проходило утро-ночь, чтобы этот, как теперь? Муж. Муж мой вас не вспомнил. Бывало, сядет в кровати и вздохнет, и так... Что ж, полваныч, что не едет? Да, и она меня все спрашивала, что, говорит, приятель твой не едет. А я ей говорю, потерпи, душенька. Я терпела. Потерпи, душенька. Ой, терпела. Приедет. Вот, вот вы и удостоили, наконец, нас своим посещением. Уж такое доставили наслаждение. Майский день. Именины сердца! Ну, что вы в самом деле? Я ведь и имени громкого не имею, и ранга заметного нет. Все вы имеете. Вы даже больше имеете. И я, Лизоньки, говорил, уж кто имеет, так это, Павел Иванович. Уж он имеет, так и имеет. Вы всегда в деревне проводите время. Да! Больше в деревне. Иногда только выезжаем в город, чтобы увидеться с образованными... людьми! Ведь отвечать можно! Отечаться можно! Ежели все время здесь! Это правда! Другое дело, если бы соседство было хорошее! Если бы был рядом... Человек! Такой, с которым в некотором роде можно было бы, чтобы это душу расшевелило, чтобы дало, так сказать... Паренье! Вот эдакое! Тогда, конечно, и в деревне можно, но... Нет! Никого! Павел Иванович, позвольте мне быть откровенным. Давай! Прошу вас, в мой кабинет. Вот мой уголок. Храм уединенного размышления. Крайне приятное место. Здесь я предаюсь размышлениям. Иной раз удивительной глубины мысли в голову приходят. Вот, на днях подумал. А хорошо было бы от дома подземный ход провести. Куда? От дома. Или через пруд. Подземный ход? Мост. А на мосту? По обеим сторонам, чтобы... Трубочкой вас попотчевать? Трубочкой? Позвольте вас попотчевать. А, нет, я не курю. А что случилось? Ничего. Просто не курю. Не сделал привычки. Говорят, вредно. Это предубеждение. У нас в палку поручик служил. Так он, представляете, трубку изо рта не выпускал не только за столом, но... Простите за деликатность. Во всех прочих местах тоже. И что? Ему уже за сорок, а он все еще не помер. Да, случаются в мире вещи необъяснимые. И я с радостью придамся с вами беседе о сих материях. Но сперва позвольте одну просьбу. Извольте, Павлович. Как давно вы изволили подавать ревизскую сказку? Давно. Не помню. А много ли с того времени у вас умерло крестьян? Об этом, я полагаю, лучше спросить приказчика. Морожка. Сколько у нас умерло крестьян с тех пор, как подавали ревизию? Да как сколько? Многие поумирали. Вот. Многие. Очень многие. Точно. А сколько примерно? Да. Примерно. Примерно? Да. Так кто знает? Их никто не считал. Вот. Я так и думал. Смертность большая. Совершенно неизвестно, сколько умерло. Ты их, пожалуйста, перечти и сделай подробный реестрик всех поименно. Да. Всех поименно. Хорошо. Балаварич, а позвольте спросить, а для каких? Ну, может, вам это нужно? Для каких? Причины вот какие. Я хотел бы купить крестьян. Ух, да, да, да. А как вы хотите купить крестьян? С землей или, на вывод, без земли? Нет, ну, я не то чтобы совсем крестьян. Я хотел бы иметь мертвых. Простите, я несколько на ухо туговат. Вообразите себе, мне послышалось мертвых. Не послышалось, и я полагаю, купить умерших крестьян, которые значились бы по ревизии, как живые. И я желал бы знать, можете ли вы таковых, не живых в действительности, но живых по закону передать, уступить. Ну, или сами как-нибудь это назовите. Вижу, вы затрудняетесь. Я? Ничуть. Просто, видите ли, я не мог получить такого блестящего образования, какое видно в каждом вашем движении. А может, вы хотели сказать что-то другое? А может быть, вы так выразились для красоты? Нет, не для красоты. Я имел в виду именно то, что сказал. То есть те души, которые точно уже умерли. Итак, если нет никаких препятствий, то с Богом можно приступить и к составлению купчей. На мертвых? А, нет, мы напишем, что они живые, так как стоит действительно в ревизии. Я привык ни в чем не отступать от закона. Хотя за это и претерпел на службе немало. Но закон? Я не имею перед законом. Перед нашими законами по небуле анимеешь. Какие-то сомнения? Нет, ничуть. Однако же на лице вашем такое глубокое выражение, какого я еще не видывал на человеческих лицах. Это от того, что я думаю. Не то, чтобы что-то критическое о вас, но... Позвольте спросить, Павел Иванович, а не будет это предприятие... Лучше сказать... Слово забыл. Хорошее такое слово. Неготия. Неготия. А не будет ли эта неготия вредна для России? Напротив, это принесет пользу России, ибо казна получит законные пошли. Так вы думаете, это будет хорошо для России? Это будет очень хорошо для России? Вы думаете, это будет хорошо для России? Это будет очень хорошо для России? Ну, если для России это хорошо, то я против этого ничего. Остается условица в цене. Вы думаете, я стану брать деньги за души, которые как бы... Нет. Я отдаю их вам просто так, без интереса для себя. Ах ты, ну, ой! И представить было трудно, что столько благородства еще встречается в русском человеке. А вот встречается. Да, ну, какое тут благородство? Я же не знал, как выразить сердечное к вам увлечение. Магнетизм. Магнетизм души. А умершие души — это совершеннейшая дрянь. Ах, друг мой, если бы вы только знали, какую услугу оказались ей дрянью человеку без племени и роду. Чего не претерпел я, как барка среди свирепых молн, каких гонений и преследований не испытал я. А за что? За то, что соблюдал правду, что был чист с совестью, что руку подавал и вдовицы беспомощные сироте горемыки. Не буду новой купчью поскорей совершить, так что буду ждать вас в городе. А сейчас мне пора... Как вы уже собираетесь ехать? Лизонька! 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 Душенька! Бал Иванович покидает нас! Как? А я там и это, и это икс! А заварь, государь, мы здесь, здесь прибудет приятность времени, мы проведем нас с вами. Прощайте, сударь, не позабудьте просьбу, будьте уверены, мы с вами расстаемся не только, как на два дня, а лучше оставайтесь с Бал Ивановичем. Посмотрите, какие тучки! Это маленькие тучки! Оставайтесь, Бал Иванович! Стойте! Что случилось? Вы знаете, какая удивительная мысль мне в голову пришла? Какая же страх от любопытных! А хорошо, а хорошо было бы жить с другом на берегу реки, а рядом дом с высоким таким... Вильфведером! ...с которого можно увидеть... ...Москву! ...и пить там, и пить там! Чай на открытом воздухе. И правда, удивительная дельная затея, но мне, право, уже пора. Хочу еще сегодня к Собакевичу поспеть. А вы знаете дорогу к Собакевичу? Хотел у вас спросить! Проберу о вашем кучеру расскажу! Селефан! 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 Два! А на третий поворотить! Селефан! Вы поняли? Селефан! Селефан! Ловко, однако, вышло! Манилов и верно одичал в своей деревне. Мяу! Но ключик к нему нашелся легко. Одному Богу известно, по какой такой причине полюбил он меня как родного. Повезло, колесо фортуны начало помаленьку поднимать меня. Везение – вещь необходимейшая для оборотливого человека. Грех жаловаться везло мне не однажды. Вот помню, сидел я как-то в теплом месте и вежливо брал спросителей, как и прочие мои соконторщики. И тут вдруг, как гром среди ясного неба, объявили борьбу со взятками. Преследования начались строжайшие. Казалось бы, как быть дальше? Повезло! По русской традиции бороться со взятками поручили тем, кто этими взятками только и жил. Ну а уж коли с этим повезло, то дальше легче. Я научился так строго отказываться от взяток, чтобы что? Уберите это немедленно, это наш долг, наша обязанность, мы должны это сделать безо всякой мзды. Так это убедительно научился говорить. Мзда, мзды, мзде, мздой обо мзде. Что проситель уходил от меня, в лице его читалось. Вот, вот, человек, каких надо бы побольше, это просто алмаз. А дальше и делов-то, что ничего не делать, до тех пор, пока проситель не смекнет, что дать все равно придется. Только больше, тише и не одному, а многим. Ой, сколько я тогда наслушался, черт бы побрал чиновничьи бескорыстия. Что сказать? Им не повезло мне напротив. Хотя бывало так, что колесо фортуны бросало меня вниз, но сегодня не тот случай. Селефан! Селефан! Деревни не видно! Нет, парень, не видно! Да ты верно ли едешь, ты свернул на третьем повороте? Кто же его знает? Да ты ж прият, как сапожник, мошенник, признавайся, пьян. Не-е-е! Как можно, парень? Я же знаю, быть, я этого-то делу не горжусь. Молчи, дурак! Гони туда, там вроде собачьи лазь слышно. Молчи, дурак! Что случилось? Чего расходились тут, твари? Приезжая матушка, пусти переночевать. Ишь ты! Сразу и купи ночевать. Здесь тебе не постоял бы двор, помещица живет, строгих правил женщина. Ну что ж делать? Видишь, с дороги сбились. Не ночевать же в такое время в стекле. Кто такой? Твоим динам, матушка. Погоди, я скажу, планы нет. В такое время вас Бог прислал. Радится и юга такая. Вам бы с дороги поесть чего-нибудь. Благодарю вас. Да, только ночь на горе готовить не станем. И не надо. Мне бы только постель или диванчик какой поспать. Да еще узнать, куда это вы заехали. Далеко ли отсюда до помещика Собакевича. А кто это? Помещик. Нет такого помещика. Ну, а Манилова-то знаете? А кто это? Помещик, матушка. Нет такого помещика. Вот так раз. А какие есть? Бокров. Свинин. Ханопатьев. Трепахин. Плешаков. Да, вот заехали мы в уж порядочную. А до города далеко? Верст шестьдесят будет. Чай будете? Чай сделать можно? Благодарю вас. Ничего не нужно, кроме постели. Ну и слава богу. Ложитесь здесь, матушка. Феденья, перейду и подушку принесем. Феденья! Феденья, каш. Вот ведь без погоницу бог наслал. Гром такой, у меня свеча перед образу всю ночь мигала, да подмигивала. Почесать вам спину перед сном. Спасибо. Не беспокойтесь. А может, хочешь, отец мой, чтобы кто-нибудь тебе почесал пятки перед сном? Не надо. Покойник мой без этого не засыпал? Я заснул. А может, тебе, отец мой, почесал? Ничего чесать не надо. Спокойной ночи. Прощайте, батюшка. Покойной ночи. Покойной ночи. Какого почевали? Хорошо. Только глаза прикрыло, а уже утро. Вы как матушка. Да плохо, отец мой. Ай-яй-яй. Никак уснуть не могу. Поясни, такули. Ну да, вот тут вот по высшей косточке ломит и ломит. Пройдет, матушка. Да, ай-богу. Я у меня. Дай, ну-ка, спать. Татьяне. Я уж чем только. И салом свиным мазала, И скипидаром смачивала, И король и лепешки втирала. Вот только что. Я, матушка, с утра в окошко выглянул. Хорошая у вас деревенька. А сколько в ней душ? Да душ то, отец мой без малого восемьдесят. Так беда, времена плохие. Прошлый год такой неурожай был, что, Боже, храни. Однако же, мужички, на винтюже избенки крепкие. А позвольте узнать фамилию вашу. Ну, я так рассеялся, приехал в ночное время. Коробочка. Хорошее имя. Настасья Петровна. Все равно хорошее. У меня тетка родная, сестра матери Настасья Петровна. А ваше имя как? Вы ведь, небось, заседатель? Не заседатель, матушка. Так ездим по своим делишкам. Так вы покупщик. Ой, жалко то как. Я мед купцам продала так дешево. Вот ты бы, отец мой, верно, его у меня купил. А вот меда бы не купил. А что тогда пеньку? Так мало у меня пеньки теперь с чего полку дарут. Ай, не пеньку, другого рода товарец. Скажите, матушка, крестьяне у вас умирали? Ой, батюшка, осеннадцать человек. И все такой народ славный умер. Все работники. Потом народ его ждать, что с них не люзга. А заседатель подъехал, подать, говорит, уплачивая души. Народ мертвый оплатит их за живого. На прошлой неделе кузнец горел. Уж такой был искусственный. Хороший был кузнец. Сгорел, разный пожар был. Дальку на тебя уберет, бог от такой беды. Без пожара сгорел сам. Изнутри у него как-то загорелось, выпил чересчур. Только щиний угонек пошел от него, Весь исклеил, почернел, как уголь. А такой был кузнец. На все воле, божья матушка, против мудрости божьей ничего не скажешь. Уступите-ка их мне, Настасье Петровне. Кого, батюшка? Ну, вот этих всех, которые умерли. Как уступить? Так просто. Или продайте. Я вам за них денег дам. Да как же? Я ведь не понимаю совсем. Мне что ты их из земли откапывать хочешь? Ну, как ты, матушка, хватило? Нет. Покупка будет значиться только на бумаге. И души в ней будут значиться, как живые. Так, а что ж они тебе? Да это уж мое дело. Так ведь они же мертвые. Конечно, мертвые. А кто говорит, что живые? Вот и убыток вам. Они мертвые, а вы платите за них, как за живых. А теперь я. Я избавлю вас от хлопот и платежа, понимаете? Да не просто избавлю, но с вертоводом 15 рублей ассигнациями. Теперь ясно. Право не знаю. Я ведь мертвых-то еще никогда не продавала. Конечно, странно было бы, если бы продавали. Или вы думаете, что у них есть какой-то проб? Нет, этого я не думаю, какой у них проб. Только ведь они уже мертвые. Послушайте, матушка, подумайте хорошенько. Ведь вы разоряетесь, платите за них, как за живых. Ой, не говори, отец. Еще, может, третью неделю взнесла больше полутора, да еще и заседателя подмасливать. Ну, вот видите. А теперь представьте, заседателя вам подмасливать больше не надо, потому что теперь за них стану платить я. Я не буду... Я принимаю на себя все повинности. Да даже купчую на свои деньги совершу. Так что ж, по рукам, что ли, матушка? О, я ведь, отец мой, я ведь покойников-то еще никогда не продавала. Живых-то да. Вот и третьего года протопопа уступила двух девок по сто рублей каждую. Так он очень благо дарили. Бог с ними живыми, я спрашиваю мертвых. Ку-ку. Боюсь я на первых порах, чтобы дешево-то слишком не отдать. Может, ты, отец мой, меня обманываешь? Может, они того дороже как-нибудь стоят? Матушка, как? Как они могут вообще стоить? Ведь это прах, понимаете? Прах. Скажите сами, на что они нужны? Ну, это-то верно, ни на что не нужны. Меня ведь только одно устанавливает. Они уже мертвые. Вы, матушка, или не хотите меня понять, или нарочно так говорите, лишь бы что-то сказать. Я вам даю деньги. Деньги, понимаете? Деньги. На улице вы их не найдете. Не найду. Ну, признайтесь, почем вы продали мед? По 12 рублей. Ой, на уж грех, матушка, по 12 не продали. Не важно! Это мед! Его собирали, может быть, около года, с заботами, со старанием. Ездили, варили пчел, кормили в погребе все зиму. А мертвые души, дело не от мира сего. Тут вы усилий не прилагали. Там вы за труд получили 12 рублей, а тут 15 ни за что даром. Я ведь вдова. Неопытная совсем. Я, наверное, по временю маленькую овощ купцы приедут, так я цены по разу знаю. Срам, матушка! Ей-богу, срам, подумайте сами, что вы несете, какие цены вы по разу знаете. Кто? Кто станет их покупать? Ну, может, в хозяйстве под случай какой сгодятся. Мертвые? В хозяйстве? На что? Если вас могилки беспокоят, так они до последней косточки у вас останутся. Перевод только на бумаге. О чем вы так задумались, Настасья Петровна? Давайте я вам лучше пеньку пробую. Дорогой пенька, пенька! Я ее спрашиваю совсем о другом, она мне пеньку сует. Давайте так, в следующий раз приеду, заберу и пеньку. Ну, так как же, Настасья Петровна? Странный товар. Да черт вас подери! Не надо! Черт, а не надо! Третьего дня снился, окаянный гавки жуть, рога длиннее бычачьей. Я удивляюсь, как они вам с десятками не снятся. Ни с одного христианского человеколюбия. Хотел, вижу. Да бедная убивается, нужную терпит. Да пропади, а ну и околейство всей. Деревь не машет. Иди, ты за грамки прикинаешь. Ну, что так ругаешься? Ну, потому что. Потому что с вами уже других снов нету. Будто дворняшка какая-то, лежит на селе. Сама себя на место и другим не дает. А я-то было хотел закупать у вас продукты разные хозяйственные. Я ведь и казенные подряды веду. Казенные? Казенные. Папа, что ты так чердища? Знала бы, что ты чердитый такой. Слово бы поперек не сказала. Ладно, забирай за пятнадцать, а семнадцать. Обрадовался, да? Только я тебя очень прошу. Насчет подрядов, если случится. Я ведь могу и муки, и ржавой, и гречневой, и крупы, и скотины битой. Я тебя очень прошу. Ты уж меня не позабудь. Насчет подрядов. Не забуду. Тебя я, матушка, никогда не забуду. Сын, ман! Тебя я, матушка, никогда не забуду. Поросёнок есть? Есть. С хреном и сметаной? С хреном и сметаной. Тащи его сюда. Да. После этой проклятой старухи оголодал, оголодал, будто три дня не ел, да и в тишине посидеть. Чичика, нас трёх, как и мир судьбами, куда ездил, а я, брат, с Ярославли, поздравь меня, проигрался, пух. Знаешь, как я проигрался? Готови! Вот как! СНИТОЛЬ СЕЙЧЕК И ЕВЕРУШЕЛ! ЕЕ ЛЕЙ УШЕЛ! ЕЕ НЕ ЕЕ СВОИХ УШЕЛ! Но ЕГО ТЕЛЕГИ ПРИКОТИЛИ А, ВЫ ЖЕ НЕЗАКОМЫ ЕЩО! ЗЯТЬ МОЙ, МИЖУЕР! Всё утро о тебе говорили! Вот увидишь, говорю, увидимся мы сегодня с Сичиковым, а тут и ты, брат. Вот если бы ты только знал, как я продулся. Ведь на мне сейчас ни цепочки, ни часов, ничего. Я заметил. Черт возьми, как жаль, что тебя там не было. Я, между прочим, потому и проигрался, что о тебе все время думал. Как тут на игру навостриться? И вот что я тебе сказать-то хотел, Сичиков. Вот для чего я тебя разыскивал, еле разыскал. Запоминай. У Пономарева в лавке ничего не бери. Запомнил? Запомнил. И зря забудь. Нет, конечно, мешает он вино-дрянь самой, потусторонней. Но зато уж если и достанет бутылочку из дальней комнатки, которая называется у него особенная. Все, брат, все, ты в импере. Шампанское у нас было такое. Губернаторское перед ним квас. Вообрази, даже не Клико, а Клико Матрадура. Матрадура. Что означает двойное Клико. Я так на Клико Калса. Один семнадцать бутылок выпил. Не выпил ты семнадцать. Ты нас покочешь? Не выпил ты семнадцать. Я тебе как честный человек. Не выпил ты семнадцать. Ты нас покочешь? Нет, ты нас покочешь. Давай, давай, заклад. Не хочу. А чего ты чего? Давай поставь ружье, которое на яблоке купил. Не хочу. Ну поставь, поставь. Не хочу. Вот и все. Вот и правильно. Тут проиграл бы еще на семнадцатой бутылке. А я бы дальше стал пить, чтоб тебя досадить. Ох, Чичиков, как жаль. Тебя там не было. Ну вот что тебе стоило приехать, а? Свитус ты за этот скотовод. Поцелуй меня, душа моя. Не-не-не-не-не. Смирь, люблю тебя. Люблю, достой-то, блин. Межуя, смотри. Вот ведь судьба свела, а? Ну вот кто мы друг другу? Он приехал, босс знает откуда. И я тоже здесь живу. Ты куда едешь? К человеку одному. Не езди к нему. Поехали ко мне. Не могу, есть дело. Ой, фу ты, ну это дело. А по делу какое-то? Нет, правда дело, и очень нужное. Вижу, вижу, что врешь. Ну скажи, к кому едешь? К Собакевичу. Обалдел, что ли? Нет, правда, Собакевич. Не смеши меня, Чичиков, умру. Что тут смешного? Я дал ему слово. Да ведь ты помереть захочешь, когда приедешь к этому же домой. Я-то твой характер знаю. Слушай, Чичиков, плюнь в сторону его деревни и поехали ко мне. Поехали. Пять лет всего. На твоей бричке вообще духом добычу. Я же сказал. Поехали. Прошу, обедать! Начнем с портвейна. Сиди тут, потом будет го-сатерн. Это вам не просто сатерн, го-сатерн. Мозги вышибают почище Мадеры, а Мадера у меня такая. Лучше той, что певал я у фельдмаршала, ее мы после го-сатерна забьем. Я, пожалуй, домой поеду. Не пущу, сиди. Жену послали лесом к бесам. Теперь, го-сатерн, запомни, Чичика, тут порядок важен. Какое вино за каким следовать должно, это брат искусства, почище алгебры. Здесь гармония важна. Гармония важна, это истинная, правда, да. Только пока мы до Мадеры не дошли. Чтоб потом не забыть, у меня, брат, к тебе просьба. Какая? Ты дай прежде слово, что исполнишь. А какая просьба? Ты дай слово. Ну, изволь, изволь. Честное слово? Честное слово. Я с тобой уже книги любил. Я хочу к жене. Мне нужно доставить ей удовольствие. Нам доставишь. Так вот, какое дело? Извини, брат, я не могу седьмой день. Я уже на третий не мог. Мне нужно к жене. Не надо тебе к жене. Ты уже с ней был. Она такая добрая. Такие услуги, оказывается. Да пусть его едет, что ты его держишь. Да и вправду. Срать не люблю, так и расхипелить. Прости, Павел. Так вот. Нет? Ну, слава. Если вы так ругаетесь, я встану. Встану. Вставай себе. Э, э. Вот и матера. Несемся. Брусик, куда внесешься ты? Дай ответ. Не дает ответа. Добрость тебе! Мне нужно к жене. Она мне. Она мне жизнь спасет. Давай, давай. Езжай бабиться, Фитюк. Ох, ну ты слишком, да? Слишком, да. Фитюк, Фитюк. Эй. Просто дрянь такая. Так вот. Погоди, брат. Ну что еще? Погоди. Сперва отведай вот этого. Это что? Ну, брат. Это брат. Бургельон. И шампаньон вместе. Так вот. Ну, много ли у тебя умерших христиан, которые еще не вычеркнуты из ревизии? Ну, если что, переведи их на меня, на мое имя. А тебе на что? Ну, нужно. Ну, на что? Ну, нужно, ну, это мое дело, словом, нужно. Что-то затеял, говоришь, ну, скажешь, что же затеял, ну, что из этого можно затеять? Тогда на что они тебе? Вот он любопытный, а, все-то ему надо потрогать, понюхать. Ну, почему сказать-то я не хочу? Ну, зачем тебе? Ну, просто так, пришла фантазия в голову. Пока не скажешь, на что? Не сделаю. Ну, ты нечестно, слово дал на попятный двор. Что хочешь, говори, я не сделаю, пока не скажешь. Ну, хорошо, скажу. Нужны мне мертвые души для веса в обществе. По миссии больших у меня нет, а хоть какие-нибудь душерки. Врешь. Нет. Я вижу, врешь. Ну, хорошо, хорошо, скажу тебе правду. Только ты смотри. Эй, проговорись никому. Смотрите. Жениться хочу. На мертвое? На живое. А отец и мать невестки прям амбициозные люди. Я уж сам не рад, что связался. Хотят, чтобы у жениха было никак не меньше трехсот душ. А мне почти полутора ста крестьян не достает. Ну, врешь же, врешь. Ну, вот здесь вот не настолько и не солгал. Ох, и лизуид же ты. Спорю, врешь. Просто обидно уже даже, почему я непременно лгу. Да ведь я тебя знаю. Ты же мошенник. Знаешь, Чичика, если бы я был твоим начальником, я бы тебя на первом гериле помесил. На первом? На первом. Ну, знаешь, это уже даже слишком. Эй, эй, ты чего, обиделся, что ли? Это же я не для того, чтобы обидеть. По-дружески это я тебе сказал. Всего есть границы. Согласен. Не хочешь подарить? Продай. Продай? Да ведь я тебя под лица знаю. Ты же дорого за них не дашь. Ну, ты даешь. Что они у тебя, бриллиантовые, что ли? Вот, вот просто ждал этих слов. И прав был, дорого не дашь. Да что же тебя за брат? Что за... Жидовское такое заблуждение. Ты же мне их даром должен был мне отдать, а ты... Эй. А вот это ты зря. Вот это ты зря. Отдам я их тебе. Даром отдам. О! Во! Чтоб доказать, что никакой не скалдырь. Во! Во! И ничего с тебя не возьму. Вот же другой разговор. Купи у меня жеребца, а их я тебе в придачу и отдам. А на что мне жеребец? Как на что? Как на что? Да ведь я заплатил за него 10 тысяч, а тебе отдаю за 4. Не нужен мне жеребец. Ты не понял? Ты не понял. Я с тебя возьму только 3 тысячи. А две остальные отдашь мне больше. Не нужен мне жеребец. Ну купи кобылу. И кобылу не надо. Ну возьми обоих-то за 2 тысячи. Не нужны мне лошади. Так ты их продашь. Тебе на первой ярмарке за них втрое больше дадут. Вот сам и продай, выиграешь в 3 раза. Да я знаю, что я выиграю. Я же хочу, чтобы и ты выиграл. Что ты мне, не родной что ли? Благодарю, но нет. Вот суху. Суху купи. Суху вот купи. Я тебе такую продам, что просто мороз по коже продирает. Рутастая с усами. Бочковатый срюбер вообще уму не постижу. Вообще мне собаки. Я не охотник. Ну очень мне хочется, чтобы у тебя собака была. Как ты вообще без сутки проживешь? Не надо. Не хочешь собаку покупать? Хоть шарманку купи. Ну ты купи шарманку. Чистый орган, честное слово. Ты послушай. А? Слышишь? Слышишь? Иссыки! Иссыки! Хорошо, хорошо. Не хочешь киря давать? Давай так, я все придумал. Давай, я тебе шарманку и это. И это мне не нужно. Не, не, не. Все сколько есть мертвые души, а ты мне ничего. 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 Только свою бричку и 300 рублей. Ну так. А я в чем поеду? Я тебе другую бричку дам. Вон, ее только перекрасить и будет чудо-бричка. Не нужно мне ни шармана, ни бричек, ни собак. Ну почему? Ну сам посуди. Зачем мне приобретать то, что мне решительно не нужно? Понятно. Вот ты значит какой? Какой? Двуличный ты человек? У-у-у! Двуличный ты человек мой пил. Друга моим прикинулся. Я не такой нудный. Азан. Это как ты бы... Чем вообще? Ракария. Вот плюнуть бы тебе сейчас прямо в лицо твое. А я не буду. Видишь, Сичика? Я даже не обижаюсь. Потому что понимаем, что вот такой ты человек. Таким и люблю тебя. В карты? Давай в карты! Давай! Я поставлю шарманку и все в куберчик. Не-не-не, полагаться на карты нельзя. Неизвестно, чем закончится. А давай в шашки! В шашки давай! Паша, выграешь все твои! А у меня много таких, которых давно уже пора... Ну я же сказал, играть не буду. Ну почему? Ну почему? Ну это же не карты! Ли какой фальши же! Все зависит лишь от этого. От умения все зависит. От ума! А я признаюсь себе, вообще никудышный и кровь. Плохо играешь? Плохо. Тогда давай! О, давай! Сколько дашь мне фори? Нисколько. Я сам плохо играю. Ха-ха! Знаем мы, как вы плохо играете. Да, давненько я не брал в руки шашек. Знаем мы, как вы плохо играете. Да, давненько я не брал в руки шашек. Знаем мы, как вы плохо играете. Эх, 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 это что? Где? Ну-ка, сади ее назад. Да, садим кого-то. Ну шашку-то какую-то. Так не ходят по три шашки вдруг. А чего потригла? Потрригла. О-о-о! Точно, одна случайно подвинулась. Изволь я, уберу ее на место. Да? А другая откуда взялась? Какая другая, вот эта, что в дамке собралась? Ладно. А будто ты ее не помнишь. Нет, брат, я все когда считал, все помню. Она должна вот тут быть. Ну ты, брат, сочинитель. Я таких сочинителей, брат. Ты сочинитель, да только неудачно. Да? Ты что, хочешь сказать, что я плутонечный? Я ничего уже не хочу сказать. Стоять, я просто раньше его не хочу сказать. Нет, ты врешь ты. Будешь играть сейчас? Ты партию надо за... Мальчича, ты сам влюбишься. А! А! Что? Ах ты подвес. Что? Как понял, что про игры в па... Масилий! Паплушка! Парширый Паплушка! Бейте его! Ах, не любит русский народец! Своей смертью повирать! Прошу к столу! Прошу к столу! Милости, прошу! Благодарю вас! А это что? Цыплёнок табака с яблоками. Это цыплёнок? Крупный. Кормили правильно? Этакого цыплёнка вы в городе не попробуете. Там вам чёрт знает, что подадут. Ну, губернатор стол, не дурён был. Просто вы не знаете, из чего они готовят. Вы есть не станете, когда узнаете. Ну, из чего-то как готовят и право не знаю, но свиные котлеты и разворная рыба были превосходны. Ну, это вам показалось. Знаю я, что они на рынке берут. Купит короля повар, что учился у француза, кота. Обварит его и подаст на стол вместо зайца. То, что меня акулька бросает по мойну лохань, а не в суп. Да, в суп. Лично я гадости есть не стану. Мне лягушку хоть сахаром обрепи. Не возьму её в рот. Устрицу тоже не возьму. Знаю, на что она похожа. Устрица. Это всё доктора придумали. Немцы да французы. Я бы их перевешивал за это. Вы думали диету голодом летить. Нет, у меня не так. Да, у вас трапеза масштабная. Да, не то что у какого-нибудь Плюшкина. 800 душ имеет, а живёт и обедает хуже моего пастуха. А что за Плюшкин? Ай, мошенник. Скряга такой, что и представить трудно. Всех своих людишек голодом переморил. Правда? Вы говорите, люди у него умирают в больших количествах. Ну, мрут, как мухи. Ну, что правда, как мухи. А далеко ли от вас живёт? В пяти листах. А из ворот направо или налево? Я бы вам советовал даже дороги не знать к этой собаке. Да, я затем только спросил, что люблю знать разные места, людей. Вот у вас в городе сколько прекрасных людей узнал? У нас? Прекрасных? Это кого? Да, многих. Ну, вот, к примеру, председатель палаты, прекрасный человек. Ну, это вам показалось. Ну, разве что масон, а в остальном такой дурак, какого света, ещё не произойдёт. Ну, каждый человек не без слабостей, но зато губернатор какой, превосходный человек. Губернатор превосходный человек. Да. Бандит. Губернатор-бандит? Разбудник. Первый в мире. Ну, вы, конечно, знакомы с ним дольше, но я бы такого никогда. Да, да, и лицо у него такое ласковое. Нет у него лица. Как нет лица? Ну, нет лица. Есть морда бандитская. А я всех знаю. Все мошенники. Мошенник-то мошенник, и сидит их мошенником погоня. Все их, собственно, продавцы. Ммм, один только приличный человек есть. Прокурор. Ну, и он свинья. Ну, а дамы-то у вас? У нас есть дамы? Есть. Вот Анна Григорьевна, женщина приятная во всех отношениях. Да и София Ивановна, просто приятная женщина. Ну, с этим-то вы спорить не станете. Не стану. Но буду. Одна дура, вторая тоже. Только еще хуже. Ну, да и не будем про них. Но зато какое у нас с вами великое отечество. Ну, а тут с вами соглашусь. С отечеством повезло. А отечество немаленькое. Именно, именно государство русское. Это такие пространства, каких не было даже у древней римской монархии. И иностранцы справедливо удивляются. Ну, я тут тоже соглашусь. В нашем отечественном всегда есть. Чему удивиться? Как вы точно подметили. Да вот, к примеру, по существующим законам нашего государства, в славе которому нет равных, ревийские души, окончившие жизненное поприще, числятся однако же до подачи новой ревийской сказки наравне с живыми. И владельцы их вынуждены платить подать из-за них. Иногда это довольно тягостно. И я, чувствуя личное к вам уважение, такое личное уважение к вам чувствую, что готов принять на себя эту действительно тяжелую обязанность, связанную с несуществующими душами. Итак? Вам нужно мертвых душ. Да, несуществующих. Найдутся, почему бы нет. А если найдутся, то вам без сомнения будет приятно от них избавиться. Могу продать. Продать? И по какой, к примеру, цене? Хотя это такой предмет, что о цене даже как-то странно. Ну, чтобы не запрашивать с вас лишнего, по сто рублей за что? По сто? Для вас это дорого. А ваша цена какая? Моя цена. Мы, видимо, не вполне понимаем друг друга, забыли, о каком предмете идет речь. И, положа руку на сердце, по восьми гривен за душу красная цена. По восьми гривен? Я ведь вам не лапки продаю. Однако же, согласитесь, сами это и не люди. Думаете, найдете дурака, который продаст вам ревизскую душу за двух гривен? Ну, зачем вы их называете ревизскими? Ведь души-то самые давно уже умерли, остался один неосязаемый чувствами звук. Впрочем, чтобы не начинать этот разговор сначала, полтора рубля дам. Больше не могу. Да вы не скупитесь, ей-богу. Недорого прошу. Другой мошенник обманет вас, продаст вам дрянь какую-нибудь, а не душит. У меня же все на отбор, все мастеровые, а кто не мастеровой, тот здоровый мужик. Да вот, например. Например. Вот. Каретник Михеев. Ой, какие экипажи делал? Ресторные. И не так, как в Москве делают. На один час прочность такая. Сам обобьет, лаком покроет. Ведь этого Михеева. Трубка, Степан, плотник. Можете плюнуть мне в лицо. Никого. Если другого такого мужика найдете. Силище. Белушкин. Кирпичник. Терпичник. Максим Телятников. О, сапожник какой. Что шилом кольнет, то и сапоги. И хоть бы в рот хпильного. Ведь вот народ какой. Зачем вы перечисляете мне их качество? Какой с этого долг? Ведь они уже мертвые. Мертвые? Зато какие? А те, что живые, разве это люди? Так, одно название. Да, но они все же существуют. А эти, эти уже просто фантазия невысокая. О, фантазия. Михеев. Был такая махина. В комнату я тут не войдет. Ручище, плечище, силище. Лошади завидно. Хотел бы я знать, где вы еще такую фантазию найдете. Больше двух рублей дать не могу. Хорошо. Чтобы не обижались на меня, что дорого прошу, хорошо. По 75 рублей задушу. Но только для вас, только познакомлю. Послушайте, будто какая-то комедия происходит между нами сейчас. Вы кажетесь человеком умным, образованным. Кажетесь, кажетесь. Ведь предмет на фу-фу что он стоит, кому нужен? Вам нужен. Мне. У меня обстоятельства такие, семейные, исключительно. Мне не нужно знать ваших обстоятельств. Я в семейные дела не вмешиваюсь. Вам понадобились души, я их вам продаю. Не купите, потом жалеть будете. Два рубля. Два рубля. Вот затвердила сорока Якова одно про всякого. Два рубля, два рубля. Да вы давайте настоящую цену. Хорошо. Прибавлю по полтине. Хорошо, я тоже скажу мое последнее слово. 50 рублей. Убыток себе. Я серьезно? Нигде не купите такого хорошего народа. Что я в самом деле, а? Будто тут свет клином сошелся. В любом другом месте возьму за так. Любой сам мне их отдаст, чтобы подать и за них не платить. Да, но покупки такого рода, это я вам по дружбе говорю. Такие покупки по закону не всегда позволите. И если я, то другой расскажет, что не надо. Делайте, что хотите. А я покупаю не для какой-нибудь надобности, как вы думаете, а по наклонности собственных мыслей. Два с полтиной. Не хотите? Прощайте. Да бог с вами. Давайте по тридцатей забирайте. Вижу, не хотите продавать. Прощайте. Погодите, погодите. Сядьте, посидите одну минуту. А я вам приятную вещь скажу. Двадцать пять рублей. Копейки не прибавлю. А сейчас? Два с полтиной. Ну вы точно Мефистофелис. Для вас душа человеческая все равно, что паренная репа. Ну хоть по три рубля давайте. Не могу. Не могу. Ну что мне с вами делать? Ладно. Могу это к себе, конечно, было. Ну таков уж штраф собачий. Не могу не доставить удовольствие ближнему. Уж такое вы доставили мне удовольствие, нечеловеческое. И вот еще что. Я хотел бы вас попросить, чтобы эта сделка осталась строгой между нами. Разумеется, разумеется. То, что по искренности происходит между близкими и друзьями, то должно остаться во взаимной их дружной. Точно. Прощайте. Прощайте. Аликанн Симонна! Аликанн Симонна! Аликанн Симонна! Чего надо? Ой, господи. Послушай, матушка, дома ли барин? Не дома. А что вам нужно? Есть дело. Где барин? Здесь. Где? Слепый, что ли, батюшка? Я барин. Хороший мне, барин. Я барин. Ты заплатанный, а не барин. Был когда-то барин, а ты весь выкидил. А ну что, то есть выкрыл, сына выкрыл. Давай, давай теперь еще меня выкидить. Пусть уходить в базар, а половица вскрепить. О! 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 Аликанна Степановна! Нет. Я барин! Помещик Плюшкин! Чего хотели ты? У нас слышать об экономии вашей и редком управлении имениями, я почел за непременный долг познакомиться с вами и лично засвидетельствовать свое почтение. Ну, черта мне это почтение. Гостей у меня давненько не было, да и признаться, сказать, я в них малую вижу проку. Завели обычаи ездить друг другу. Вот забава пожрать в гостях один расход хозяйству. Я давно отобедал, так что поподчевать вас не смогу. Нет ничего. Земляшка маленькая, мужик ленив, работать не любит. Думает, как бы в кабак. Да, ой, гляди, на старости лет по миру пойду. Ваша очередь, говорите. Мне, однако же, сказывали, что у вас более тысячи душ. Да кто ж такое сказывал? Вы бы, Батюшка, наплевали глаза тому, который это сказывал. Но шутил он вам тысячу душ. Попади, почитай, ничего не начнешь. Последние три года проклятый горячку выбрил у меня здоровенный буш. Да стал кушать, Горячий! Как же она была совсем осталась? Кто тебя просил? Ты завтра, что ты другие прелкнут? Ай-яй-яй, многих вымарила... Кто? Я говорю, горячка, многих вымарила. Да, Батюшка, снесли многих. А позвольте узнать, сколько число? Ну, 70. Нет. А еще позвольте спросить, я полагаю, вы считаете эти души с момента подачи последней ревизии? Это бы еще, слава Богу, только с того времени до 120-ти наберет. Целых 120, неужто правда? Старая Батюшка, что вы полагаете? Шестой десяток живого. Седьмой десяток. Седьмой десяток живого. Целых 120. Ай-яй-яй, соболезную всей душой. Соболезнования в карман не положишь. Вот тут рядом живет капитан, черт знает откуда взялся, говорит родственник. Дядюшка, дядюшка его руку целует. А как соболезновать начал, воль такой поднял. Кутузу в календаре замироточил. В одно бельмо, но так обидно. Применничек, с лица весь красный и ликер ободе насмерть придерживается. Спустил денежки служа в офицерах или актерки выманили. Вот он теперь и соболезнует. Применник он тебе. Такой же не пригляд. Моё соболезнование совсем не такого рода, как капитанское. И я не пустыми словами, а делом готов доказать его прямо сейчас. Я готов принять на себя обязанность платить подойти за все крестьян, которые умерли такими несчастными случаями. Военной службе не служили? Почему вы так решили? Хотите платить за меня? Подумал, может, вас на войне контузило? На войне не был, служил по-статской. Так ведь это же вам самим-то убыток. А что делать? Для удовольствия вашего я готов ему убыток. О, батюшка мой, благодетель мой, Господи, ты мой, святитель, и вы мои. Вы денежки мне будете давать или в казну? А мы вот как поступим. Мы совершим на них купчую крепость, как будто они были живыми и как будто вы их мне продали. Да, купчую. Так ведь купчую совершать опять издержки. Для удовольствия вашего я готов принять издержки покупчей на свой счет. Вы точно не контужены? Совершенно точно. Ну, дай вам Бог утешений всяких. Вам и деткам вашим. Детки у вас есть? Пока нет. Ну, слава Богу. Мамура. Мамура. Вот вредная баба. Эй, Прошка! Прошка! Вот, батюшка, полюбуйтесь, какая рожа. Ты ведь глуп, как дерево. А попробуй чего-нибудь оставить, мигом украдет. Прошка! Прошка! Вот наказание. Ну, че ты пришел, дурак? Мамура. Мамура. Скажи, чего? Иди поставь самоват. 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 Возьми ключ, отдай маме. Пусть пустится в кладовую. Там на полке есть кулич, который привезла Александра Степановна. Александра Степановна. Это не она. Александра Степановна. Это не она. Принеси с болки кулич, который привезла Александра Степановна в прошлом году на паспорт. Он еще хороший. Пусть подадут ему чаю. Только прежде пусть ножом по скриду. В пресель домов оскоплят. От крошки не бросают. Пусть несут в курятник. Курятник! 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 Да смотри, сам-то не входи в кладовую. Не то я тебе вставлю. Да знаю, знаю. О, смотри, да. Давай-ка, еще тут мне поговорим. Я вот много едей встану. Смотри. Ой. Им, батюшка, ни в чем доверять нельзя. Вот ведь муравей его притащили, а мы и пригрели сиротину. Такое варье. А купчу, батюшка, не дурно бы поскорее совершить. Не то кто вас знает. Сегодня живы, завтра качуритесь. Как я стану без благодетеля? Готов совершить ее хоть сью же минуту, мне бы только списочек всех христиан. Ох, батюшка, может, и не контузило вас на войне, но продуло где-то точно. Одно слово, святой человек. Да где же это? Ведь он так сразу и не сыщешь. Но был у меня славный ликерчик, если только не выпили такое варье кругом. Еще покойница готовила, мавра-мошенница совсем была, забросила его. И даже не закупорила бутылку. Корналья, всякая дрянь, козявки напичкались туда. Но я без ссор повынул. Вот, теперь чистенько я вам налю рюмочку. Мне не надо, я уже и пил, и ел. Пили уже и ели? Да. Вот ведь приличного человека хоть где узнаешь. Он и не ел, а сыт. Ведь вот не то, что капитан приедет. Дядюшка, дядюшка, дайте чего-нибудь поесть. А я ему такой же дядюшка, как он не дедушка. У себя дома есть видно ничего, вот он и шатается. Так ведь вам нужен реестрик всех этих паният. Было бы великолепно. Я всех списал на особую бумажку, чтоб при первой подаче ревизии вычеркнули. И вот еще что, для совершения купчей вам нужно будет в город приехать. Как в город? А дом-то на кого же оставить? Ведь у меня народ или вор, или мошенник. В день так и берут, что и кафтаны не на чем будет повесить. Так может в городе знакомые есть? Ну, чтобы купчей за вас поверенными совершили. Да какие же знакомые? Все мои знакомые перемирали или раззнакомились. Ах, как не иметь. Имею. Ведь знаком сам председатель. Однокорытниками были. По заборам вместе лазили. Уж такой знакомый, так не к нему ли написали? Конечно, к нему. Уж такой знакомый. В школе были приятели. Лежал на столе. И жал устали бумаги, листик. Куда запропастился? Народ у меня такой негодный. Ой, а не могу я могу укуить. 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 Мама, а мама? Что понадобилось русскому крену из Увера? Укуить. Да бумагу делал ворно-бандийское. А на кольце и гор мне бумага твоя. Укуить. А там вижу, что подзиприло. Да на что, что я подзиприло? Что мне пропасть, я грамоти не знаю. Укуить. Ешь, небось, Пономарёнку снесла. Пономарёнок её топчет, так она ему снесла. А, и сам сипала. Топчет. Завидуешь, что есть кем подождаться. А Пономарёнок, если захочет, достанет себе бумагу. Укуить. Ой, погоди-ка, на страшном суде черте. Прибегут тебя за мешалевцами и рогангами. Больше увидишь, как припекут. Укуить, если и припекут, то тоже не за бумажку твою. Скорее за какой-то другой, батюш-памкостью. А воровском меня ещё никто не попрекал. Укуить. 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 Русь, куда снесёшься ты? Почему ты это сейчас? Дай ответ, молчит, не даёт ответа. А вот и чертятые припекут, скажут, вот тебе мошенница. За то, что барина обманул, от горячей ты и припекут. Не пугай, я с ними сама как-нибудь поразберусь. Да вон она лежит, бумажка твоя. Где? На столе. Вечно понапрасленно попрекает. Ну, лежит. Расходилась-то так, чего? Ой, батюшка, она такая занозистая. Ей только слово, она в ответ десяток. Сиди-ка, принеси органику запечатать письмо. Стой, ты ведь свечку схвачишь, свечка сгорит. Да нет, а не убытки, неси лучинку. Принесу, а вось запихнёшь эту лучину. Отлично! Стойка душ, стойка душ, что покупали, Павел Иванович, вы просто миллиончик. Ну, вы скажете, тоже миллиончик. Все в нашей губернии, в нашем городе похвалино. Может, и для жизни наш город присмотрели? Пока ещё думаю, но город мне очень нравится. Да и губерния просто замечательная. Так и оставайтесь. Вот выплачу все пошлины за оформление сделать, тогда и подумаю. Ну, что вы такое говорите, Павел Иванович? Приятели мои платить не должны. Мне крайне лестно слышать, что вы считаете меня своим приятелем, однако же пошлины к казну бы удела обязательно. Но только не для моих приятелей. А за казну не переживайте, не обиднеем. Мы ваши цепюрки по другим делам раскидаем. Сделки разные, многие проводят. Вот это пишем, этому рубль, этому полтора. Вот и наберётся. Ну, мне право неловко. Да не тушуйтесь так, Павел Иванович. Дело за малым, остаётся только покупочку спрыть. А я готов. От вас зависит назначить время. Ну, был бы грех с моей стороны, если бы для этакого приятного общества не раскупорить другую третью бутылочку шипучего. Вы не так приняли дело. Шампанского мы сами поставим. Это наш долг, наша обязанность. Хоть вы и миллионщик... Я хочу пошутить, гораздо миллионщик, ну... Ну, хотите скрытничать, скрытничайте. Ваших денег я считать не собираюсь. Только вы у нас гости. Нам должны угощать. А мы сейчас полицмейстеру скажем. Он у нас чудотворец. Стоит ему только мигнуть, проходя мимо лавы, как купцы нам шампанского, балыков и кры. Чего только не пожелаете накроют. Нашему полицмейстеру отказать они не могут. Любят его искренне, как отца родного. Ну, коли так, то я готов. Неужно миллионщик. Миллионщик. Председатель палаты рассказал, пока партина бунтир надевал. А потом еще муж пришел и подтвердил. Да, вроде говорит, миллионщик. Ты с собой хорош. 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 Хорош, 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 хорош. Хорош, хорош, хорош. Ой. Хорош. То есть, конечно, не первый красавец, но такой, в точности, как следует быть мужчине. Будь он немного толще, или вполне, уж это было бы нехорошо. А так, нади его сформованный мужчина. Ты есть в нем. Хоть вы режьте меня, что-то величественное. Мастерское, военное. Ой, это смотри, какой старый, но к нему обернуться. Так станешь, будет тебе величие. А я не повернешься. Вот он тебе валит через Марс. О, Господи, меня уже снобит. Осветкость общения. Осветкость общения с Сонфе Ивана такая приятная, что просто... Воспочевать начинаешь. Боже, в точности, как я люблю. Они тут все всерьез уверены, что я мельонщик. Все хотят со мной поздороваться и хотя бы в глаза заглянуть. Вам письмо, парень. От кого? Не могу знать. Благовонный конвертец. Ступай, селефан, займись бричкой. Ну же. Посмотрим. Нет, я должна к тебе писать, ибо есть тайное сочувствие между нашими душами. Это факт, против которого не повернется и самый жестокий язык. Что жизнь наша? Долина, где поселились горести. Что свет? Толпа людей, которые не чувствуют. А я тем временем омочаю. Омочаю слезами строки нежной матери, которое протекло двадцать пять лет, мы не существуем на свете. Не откажись же с раздет и отправься с нею. Со мной. В пустыне остаткин всегда город, где люди в нужный поград не пользуются. Воздухом. Помоги молить. Помоги несчастной в ее решительном отчаянии. Две горлицы покажут тебе мой главный прав, ворвуя тот носкам, что она умерла во слезах. А письмец он написан на Кучерябах. В последней строке правда размерзкий. По нынешние времена нам это позволяет. Ни подписи, ни имени, ни даже даты. Любопытно однако знать, кто такая писавшая. Пост-скриптум. Твое собственное сердце должно отгадать писавшую. На баре будет присутствовать сам оригинал. Ревуар. Апфиво полы баны! Апфиво полы баны! Письма! Которая, однако же, сочинительница письма! Павел Иванович! Вы же еще не знакомы с моей дочкой. Институтка только что выпущена. Сударевна, весьма рад знакомству! Чичиков Павел, Калешский советник! Сказать, наверное, что во мне пробудилось чувство любви никак нельзя. Сомнительно, чтобы я был способен к любви. Но при всем том случилось что-то такое, что-то в таком роде, чего я сам не могу себе объяснить. Мне показалось, что как будто все и все сдало на несколько минут где-то вдали. может, это изрядное количество шампанского запело, застонало скрипкой в голове. Но вдруг на меня снова нахлынули мечты о домике в Херсонской губернии, о скромной, послушной жене, о детишках. И сами собой вдруг полились из меня строки Великого Гетте. Строки Великого Гетте. Письмо Вертера к Шарлотте. Исполняем Чичиков Павлик. Иванович, я принужден писать вам, милая лотта, из убогой коморки на крестьянском постоялом дворе, где мне пришлось укрыться от непогоды. С тех пор, как я маюсь в этом сверном городишке, я так будто нахожусь в кукольном театре. Все смотрю, как движутся перед одной человечки. И часто думаешь, не оптически ли это обман. Одно, единственное существо, достойное называться женщиной, остановило здесь мое внимание. Ах, как бы мне хотелось лежать у ваших, но... в милой, уютной комнатке. Ах, херцонский победчик! Что? Много наторговал, мертвых? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok